Парк культуры и отдыха в центре городца. В хорошую погоду здесь немало детей самых разных возрастов. Самые маленькие на качелях детской площадки. Ребята постарше колесят на велосипедах или просто прогуливаются гурьбой. Пешеходные дорожки – место для пробежек молодых и пожилых. В празднике парк – это место массовых народных гуляний, где проходит множество интересных мероприятий. Вроде бы все неплохо, но жителям хочется большего комфорта и красоты, чтобы древний город мог гордиться и своим парком. Парк чистый уже, то есть многое сделано. Но, конечно, хотелось бы, наверное, по сравнению с Заволжи, город. Вот там у них есть такая очень хорошая площадка, о которой очень много говорят мамочки, вот мы общаемся. И нам, наверное, хотелось бы что-то такое же здесь, потому что, к сожалению, мы утопаем в грязи на детской площадке. Это очень актуально для нас. И старый очень аттракцион, здесь вот качели. То есть хотелось бы замены, что-то лично для меня, для ребенка. Я хочу, чтобы тут было больше кафе, разные горки, карусели, качели, аттракционы разные. Площадка как бы обустроена для маленьких совсем. А вот так, чтобы для средних детишек можно какие-нибудь, я не знаю, спортивные вот эти вот поставить, тренажеры или еще, чтобы можно было еще где-то полазить. А для взрослых-то, ну, в принципе, для прогулки тут как бы все нормально сделано. Но я не знаю, может, игровые зоны какие-нибудь, шахматы поставить. Новый план благоустройства парка, который представлен для голосования на сайте правительства, позволит многим мечтам городчан сбыться. С максимальным сохранением природного ландшафта в первую очередь в парке появится детский игровой городок с интерактивной зоной и многофункциональная спортивная площадка, где можно будет заниматься волейболом и баскетболом. Здесь будет скалодром и уличные тренажеры, скейт-парк и веревочный городок. Кроме того, будет оборудована площадка по профилактике ДТП, велодорожка и многое другое. Пять гектар прекраснейшей зоны отдыха в самом центре города-городца. Оно должно быть облагорожено и оснащено тематическими специализированными площадками. Вот мы стоим рядом около центральной зоны. Она будет облагорожена стилизованными фонарями, скамеечками. Здесь же будут, в этой тихой, это будет тихая зона, в этой тихой зоне будут расположены всевозможные палаточки во время проведения мероприятий. По всему парку будет организована так называемая тропа предков с интересными сюжетами из истории города-городца. Проект по благоустройству городского парка в городце выдвинут для голосования в рамках проекта «Вам решать». Голосование будет проходить с 1 по 15 сентября. Оставить свой голос можно на специально созданной интернет-платформе на портале «Бюджет для граждан Нижегородской области». Редактор субтитров А.Семкин